МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу Вести Хакасия в студии Татьяна Донцова. Добрый вечер. И коротко о главном. Промышленная экология. Виктор Зимин распорядился навести порядок с вредными выбросами в атмосферу. Абакан преобразится. Депутаты приняли решение снести ветхие бараки в центре города. Проголосуй за достопримечательность Хакасии. В интернете стартовал новый проект «Россия-10». Полдеревни в Ширинском районе ушло под лед. В селе Черное озеро резкое потепление недельной давности привело к затоплению подвалов, дворов и огородов. Люди остались без заготовок, посевного картофеля. И главное, многие дома получили серьезные повреждения. Пострадавшие до последнего надеялись на помощь властей. А когда ее не получили, обратились в редакцию нашей программы. Масштаб ущерба оценила Анна Ахпашева. Дома не живу, получается. Что невозможно. Ждем второе наводнение. И вот, короче, бардак. Из собственного дома Николая выгнала стихия. Вода пришла в село за считанные минуты. Запасы из-под поля спасти не успел. Картошку, если можно так сказать, уже посадил. Земля засыпала овощи, когда стены подвала размыло водой. Во льду сегодня двор, гараж, баня. Я 12 часов выкатил, чтобы у меня, получается, чтобы кверху вода не пошла. А у сестры печка шлопнула, фундамент упал. И все, и теперь нынче печку надо делать. Супруги Плешуковы рассказывают, их дом, как и у остальных, затапливает весной последние три года. С каждым разом последствия все серьезнее. Сегодня сидят без воды. Из строя вышел насос в скважине. Вот летняя кухня. Стоит вода, замерзла, затопила. Нынче, однако, здесь жить не будем. Еще раз-два такое потопление будет, и дом упадет. Вот эта сторона провалится. Потому что там держится из камней, вот таких больших камней. На осадном положении в селе сразу несколько улиц. Пионерская, Зеленая, Гаражная. Всего около полусотни домов. А это почти 200 жителей. Раньше, еще в советское время, вокруг деревни были сделаны водоотводные каналы. Но последние лет 20 за ними никто не следил. Все по за... По-русски сказать. Все туда. Все в эти каналы. А в 20 лет, куда она и пошла. Это вообще хаос. Вообще хаос. И никому жнешь, даже не прокопаешь канал, куда спустить воду. Сразу после случившегося сельчане собрали сход. В надежде на то, что на них обратят внимание. Помогут восстановить дома и компенсируют потери. Вот только в сельсовете ответ один. Денег нет. Видимо, поэтому не стали даже создавать комиссию, чтобы подсчитать ущерб. О ситуации, конечно, сообщили в район. Но, судя по всему, на материальную помощь людям рассчитывать лучше не стоит. А возмещение убытков никакого разговора никто и не вел. Договор с подрядчиками заключены на подсыпку слабых мест. В эти слабые места 200 метров будут подсыпать. Но основная вода пойдет с огородов. Анна Ахпашева, Антон Михайлов, Вести, Хакасе. Сегодня после обеда стало известно, что в селе все-таки прошла встреча жителей с представителями руководства района. Принято решение уже в ближайшие дни начать работу по расчистке канала. Также будет создана специальная комиссия, которая соберет сведения о причиненном ущербе и решит вопрос о выдаче компенсации и материальной помощи населению. В Хакасе дан официальный старт Абакана-Черногорской агломерации. Сегодня главы муниципалитетов, участников масштабного проекта заключили соглашение о взаимном сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили временно исполняющие обязанности председателя правительства Хакаси Виктор Зимин, а также главы Абакана, Черногорска, Алтайского и Устебаканского районов. С этого дня их территории будут тесно развиваться. Соглашение дает юридическое право реализовывать совместные инвестиционные проекты, причем на взаимовыгодных условиях. Пусть приходят эти промышленники, бизнес приходит к нам, даем землю им, даем льготы налогового послабления, я думаю, и республика тоже пойдет на это. И таким образом будет земля в городе для строительства, и выиграет в то же время Алтайский район с поступлением налоговой базы. Напомним, Абакана-Черногорская агломерация – это проект комплексного развития территории. Он предполагает объединение населенных пунктов для решения социально-экономических вопросов. Проект получил поддержку президента России, а также одобрение Министерства регионального развития страны. Каждое малое село республики получит свыше миллиона рублей. Деньги пойдут на решение самых острых проблем – водоснабжение, ремонт дорог и социальных объектов. Сегодня на заседании правительства представили схему распределения средств. Делить деньги, а в текущем году это более 40 миллионов рублей, будут следующим образом. 60% – поровну между всеми деревнями, еще 40% – в зависимости от количества дворов. В итоге каждое село в среднем получит миллион двести. Какие еще вопросы обсудили на заседании Кабинета министров, расскажет Ольга Стельмах. Заседание правительства уже по традиции начинается с самого наболевшего вопроса – ЖКХ. Глава Хакасии напомнил, меньше недели осталось у коммунальщиков сделать перерасчеты. Деньги жителям Хакасии должны вернуть до 1 апреля. Дата, конечно, у нас веселая, но с вопросами коммунальных платежей чтить никому не советую. Поверьте, будет не до смеха. Еще одна острая тема на повестке – сельское хозяйство. Республики рискует потерять одно из крупнейших сельхозпредприятий – племзавод «Бородинский» на грани банкротства. Перебои с выплатой зарплаты до сих пор нет официального директора. Развиваться предприятию, по мнению Виктора Зимина, мешает федеральные структуры, в частности, Росимущество. Ему принадлежит большая часть активов. Вмешаться в ситуацию и вытащить племзавод из кризиса Хакасия не может. Нет полномочий. Закредитованность предприятия – 80 миллионов рублей. Были у нас такие случаи, мы знаем их. Был сон, был борец. Но мы там могли оперативно влиять. У нас были на то полномочия. Здесь полномочий нет. Но решение все равно надо принимать какое-то, искать выход. Там наши люди. Чтобы сохранить предприятие, заявил Виктор Зимин, республика обратится в Москву с просьбой передать полномочия региону и дать возможность подключить собственные средства. Ольга Семеновна, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Кстати, Виктор Зимин напомнил, что развиваться нужно без ущерба для здоровья населения. В погоне за прибылью нельзя забывать об экологии. Работа промышленных предприятий зачастую не соответствует экологическим требованиям. Большая задымленность и вредные выбросы. На то, чтобы привлечь к ответственности руководство и исправить ситуацию, уходит время и немалое. Виктор Зимин призвал надзорные органы не тянуть с проверками. Среди проблемных – горящие отвалы угольных компаний «Русский уголь» и «Суэк». Это уже не тот случай, когда вы идете с какой-то проверкой вымышленной. Даже не надо на вертолете сверху летать, так видно все задымлено. Приехал смотреть эту зону в Черногорске. Земли не видно. От дыма и гари. Вроде партнеры-то у нас все серьезные. Вы предупредите прямо сегодня. Иначе они получат разрыв лицензионного соглашения и право на добычу полезных ископаемых. Ужесточить контроль просто необходимо, добавил Виктор Зимин. С реализацией проекта Абакана-Черногорской агломерации промышленных предприятий в Хакасии станет больше. И это не должно отразиться на состоянии окружающей среды. Один из первых в списке территорий, где нужно незамедлительно наводить порядок – Черногорск. Сегодня город один из самых грязных в России. Многие местные жители считают, что жить там просто опасно для здоровья. Доводы людей выслушал Константин Кравцов. Пусть город будет чистым. Одного желания здесь, пожалуй, мало. Ученице 6-го класса Василини хватило нескольких страниц реферата, чтобы описать экологическую обстановку в городе. Разбираться в сложных химических соединениях заставил не учитель, а собственное здоровье. Я люблю гулять. Я вижу, что дышать очень тяжело. Когда ветер идет, когда дым попадает людям, это очень тяжело. Впрочем, есть о чем задуматься. Только в одном районе Черногорска, в девятом поселке, целая вереница котельных. Плюс к этому в десятки километров отсюда два разреза, где и взрывы угля, и постоянные пожары на отвалах. Горожане устраивают собрания в надежде, что их услышат. Отсюда сажа, отсюда дым, отсюда воздух, которым порой не хочется дышать и даже выходить на улицу. Наш детский сад присмотра и оздоровления, уклон делается именно на оздоровление. И наши дети должны больше времени проводить на свежем воздухе. А бывает так, что когда ветер дует со стороны котельной, мы не можем выйти на улицу, потому что вся сажа седает на участке. Как выйти на улицу и закашиваешься, не знаю как. Кашлят и кашлят. Потому что дышать нечем. Невидимые глазу бензопилен и формальдегид. По данным экологов, ежегодно в атмосферу города выбрасывается больше 10 тысяч тонн летучих ядов. Это прямой фактор онкологических заболеваний. Вот и медики говорят, число заболевших раком кожи и дыхательных путей в республике растет ежегодно. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Облик Абакана в ближайшие годы существенно преобразится в лучшую сторону. И поспособствуют этому ветхие и аварийные дома. Их попросту снесут и на их месте построят современные многоэтажки. Сегодня городской совет депутатов утвердил муниципальную программу по развитию застроенных территорий сроком с 2013 до 2020 годов. А развивать их можно путем замены старого жилья на новое. Представленная депутатом программа прояснила судьбу пяти таких построек барачного типа. Практически в центре города, в районе бывшего универмага, на улицах Пушкина и Вокзальной. Это 12-й микрорайон. Дома построены в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого столетия. Какой этажности здания возведут на этом месте пока не ясно, поскольку нет проектных решений и неизвестна организация застройщик, за чьи счеты будет строиться новое жилье. К 2020 году микрорайон обретет новый вид. Что касается ветхих домов по улице Ленина в границах Шевченко и Жукова, то этот вопрос более отдаленной перспективы. Но с ним администрация планирует выйти на следующей сессии. По Ленина квартир намного больше попадающих под расстеление, поэтому по Ленина будет приниматься программа с участием бюджета. А такие программы могут приниматься только со следующего бюджетного года. То есть программа будет утверждаться, но она будет уже с 2014 года. Программа по улице Пушкина, про которую идет речь, довольно-таки большая территория, которая позволяет ее реализовать без привлечения бюджетных средств, то есть за счет средств застройщика. Как скоро в городе не останется ни одного ветхого барака, в городской администрации пока сказать не могут, поскольку таких домов в Абакане довольно много. За отсутствие тахографа в автотранспорте придется платить штрафы. Соответствующие поправки в федеральный закон вступают в силу с 1 апреля. Так, по новым правилам, прибор-тахограф, который внешне напоминает автомагнитолу, должен быть установлен в междугородних пассажирских автобусах, в том числе и в школьных, курсирующих между селами. Также в обязательном порядке аппаратами оснащаются грузовики весом от 3,5 тонн и машины, которые перевозят опасные грузы. Каждого водителя снабдят индивидуальной картой. Она вставляется в прибор перед выходом на маршрут, и в процессе движения на нее записывается информация о времени нахождения автобуса или грузовика в пути, о скорости движения, количестве и продолжительности остановок. Сотрудники ГИБДД в ходе проверок вправе получить всю информацию с тахографа. Также в обязательном порядке записанные на карту данные будут изыматься в случае ДТП. Рейды инспекторы ГИБДД начнут проводить уже с 1 апреля. Если тахографа в автобусах и грузовиках не будет, водителям выпишут предписание. В случае неустранения нарушения предусмотрен штраф от 1000 до 3000 рублей, а руководителям автотранспортных предприятий от 5 до 10 тысяч. Добавим, что контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха будет трудинспекция. По всей стране дан старт масштабному всероссийскому конкурсу «Россия-10». Это совместный проект Русского географического общества и ВГТРК. Смысл в том, что каждый из субъектов Российской Федерации представляет на конкурс свои достопримечательности. На сегодняшний день в списке уже более 700 объектов. Все они описаны на сайте 10Russia.ru. Там же можно оставить свой голос. Хакасия презентовала несколько природных и архитектурных мест, среди которых Салбыкский курган, Туимский провал и Саяна-Шушенская ГЭС. «Россия-10» имеет одно существенное отличие от подобных интернет-проектов. Итоги голосования не уйдут в никуда. Уменьшенные копии 10 объектов финалистов будут установлены на территории ландшафтного парка «Россия» в Московской области. Для его строительства выделены тысячи гектаров. Голосование продлится до конца сентября этого года. Такова информационная картина дня. Напомню, что программу «Вести Хакасия» вы также можете смотреть на Фейсбуке и в Твиттере. Я желаю удачи и хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова